МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дело, что не оставляют редакции вести неделю выбора. Покажем. Так что прямо сейчас мы представляем вашему вниманию речь американца Джона Фридмана. Он не простой американец. Джон Фридман – основатель и босс, ведущий в США частной разведывательно-аналитической компании «Стратфор». Клиенты «Стратфор» – правительственные структуры США, спецслужбы, крупноамериканские фонды и корпорации. По уровню влияния «Стратфор» – теневое ЦРУ. Но в отличие от ЦРУ в миру, хоть как-то скованного официальным политессом власти, «Стратфор» может позволить себе большую откровенность. Мол, частная структура, а директор Джон Фридман – частное лицо. Америка ведь многолика, мало ли, что кто там мелет. Но с Джоном Фридманом не тот случай. Он не сумасшедший. Он очень знающий и очень откровенный. Он точно излагает мировоззренческую реальность, которой как раз и руководствуется США в своей внешней политике. Точь-в-точь, без узоров. Так вот, недавняя речь Джона Фридмана в Чикагском совете по глобальным делам. Собственно, не важно где. Важно, что разговор там был доверительный и некуда. Никто не мямлил. Говорили, как есть. Ни одна страна не может быть вечно мирной. Даже США, я имею в виду США, постоянно затронуты войнами. То есть США, конечно, мирная страна. Но сейчас постоянно втягивается в войны, поскольку не может быть мирной вечно. Можно подумать, что когда-то со Второй мировой США были мирной страной. В будущем Европа, как мне кажется, не будет вовлечена в большие войны, как раньше. Но Европа вернется к естественной ситуации человечества. В Европе будут войны. Будут и периоды мира. Европейцы будут умирать в войнах. Конечно, без 100 миллионов убитых, как в прошлой войне. Но идея европейской исключительности, как мне кажется, приведет Европу к войнам. В Европе будут конфликты, как уже и были конфликты в Югославии и сейчас на Украине. То есть состояние войны естественное. Значит, и война на Украине тоже естественна. А европейцы будут естественно в ней умирать. Ничего неестественного. Расплата за идею европейской исключительности. И пусть никто в Европе о своей исключительности не говорит. Это Обама считает Америку исключительной. Но Европа все равно заплатит. Какая разница, за чью исключительность? По поводу отношений Европы с Соединенными Штатами. У нас нет отношений с Европой. У нас отношений с Румынией, с Францией и так далее. Нет Европы, с которой у США какие-то отношения. Абсолютное презрение к Евросоюзу. Когда надо, с ним можно играть. Когда не надо. Его нет. Но действительно, не думаю, что любой из президентов США сможет назвать имена хотя бы двух-трех брюссельских чиновников. Это потому, что у США своя желанная конструкция мира. А Евросоюза в ней, как влиятельного игрока, нет. А кто влиятельный игрок? Ислам? Тоже нет. Это проблема для Соединенных Штатов, но не жизненно важная угроза. Нужно им заниматься, но прилагая пропорциональные усилия, не более. У нас другие внешнеполитические интересы. Главные интересы США на протяжении всего прошлого столетия, во время Первой, Второй и Холодной мировых войн, концентрировались на отношениях между Россией и Германией. Ведь объединившись, они становятся единственной силой, представляющей для США жизненно важную угрозу. И наша главная задача – не допустить их союза. Мы и раньше говорили, что сладкая мечта США – стравить Германию и Россию в третий раз. Но сейчас мы слышим об этом своими ушами из Америки. Ведь действительно, Российско-Германский Союз меняет расклад на планете. Украину посетил главнокомандующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес. Он наградил украинских солдат военными медалями США, что вообще-то запрещает армейский регламент США – награждать медалями иностранцев. Но этим он хотел показать, что украинская армия – его армия. Мы помним, как Ходжес раздавал раненым украинским солдатам американские бляхи. Это к вопросу о том, являются ли вооруженные силы Украины иностранным легионом. Да, являются. Американским. Теперь мы слышим об этом и из США. США сейчас поставляют оружие, артиллерию и другие вооружения прибалтийским странам – Румынии, Польша и Болгарии. Это очень интересный аспект. Вчера в США объявили о намерении поставок вооружений на Украину. И хотя это потом было опровергнуто, оружие будет поставляться. Прямо и цинично. Опровержение не в счет. Далее еще любопытнее. И во всех этих действиях США действуют в обход НАТО, потому что решения НАТО могут приниматься только единогласно, всеми членами НАТО. То есть советоваться внутри НАТО не надо. Плевать на НАТО. Когда им нужно будет воевать, скажем, пока же мы лишь готовим войну, и пусть не лезут. Суть происходящего в том, что США строят санитарный кордон вокруг России. И Россия знает об этом. В любом случае, мы вернулись к стартовой игре. Спросите, что думает поляк, венгер или румын. Они в совершенно другой вселенной, нежели немцы. А немцы в совершенно другой вселенной, чем испанцы и так далее. Короче, в Европе царит разногласие. Что же касается украинцев, точно скажу. Они сделают все, чтобы не прогневать США. То есть Украина полностью зависима на внешнем управлении. А другие страны Европы раздроблены словно горох. И не понимают, что происходит. Каждый в своем мире. Америку устраивает. В США контролируют все океаны Земли. Никто и никогда не делал этого раньше. Как следствие, мы можем осуществлять вторжение везде на планете, но никто не сможет напасть на нас. Это классный расклад. Контроль океанов и космоса – основа нашей власти. Пока это лишь цель, но, по крайней мере, заявленная. Лучший способ разгромить вражеский флот – это не дать врагу построить свой флот. Британская империя, чтобы не допустить возникновения сильного флота в Европе, натравила европейцев друг на друга. Я бы рекомендовал следовать политике Рональда Рейгана в Иране и Ираке. Рейган поддержал обе воюющие стороны. Так что они боролись друг с другом, а не против нас. Это было цинично, аморально, но работало. Речь о бессмысленной Ирано-Иракской войне 1980-88 годов. Общие потери далеко за миллион убитыми. Экономический ущерб в районе триллиона долларов. Итог – боевая ничья и истощение обоих. Америка счастлива. Таковы же и нынешние принципы политики США в Евразии. США не в состоянии оккупировать всю Евразию. В тот момент, когда ботинок нашего солдата ступает на землю Евразии, мы автоматически уступаем по численности войск. Мы не можем везде ввести войска, но зато мы в состоянии поддерживать враждующие между собой стороны, чтобы они концентрировались на себе, а не против нас. Мы поддерживаем их политически, финансово, окажем военную помощь и пошлем наших советников. Узнаете сегодняшний Йемен и Саудовскую Аравию? Да и Украину узнаете? Вопрос для русских в том, что либо Украина – буферная зона между Россией и Западом, как минимум нейтральна, или же Запад, НАТО, на Украине так близко, что до Сталинграда лишь 100 километров, а до Москвы – 500. Здесь Фридман путает Сталинград с Ленинградом, то есть с Петербургом. Но идея понятна. Придвинуть военный потенциал НАТО к Петербургу грубо на 100 километров – это все же через Прибалтику, а к Москве – на 500, через Украину. Так, поэтому... Для России статус Украины представляет жизни важную угрозу, и русские не могут просто так бросить и уйти оттуда. Но если Россия продолжит цепляться за Украину, то мы должны остановить Россию. Вот США и делают то, о чем недавно сказал генерал Ходжес. Посылают войска быстрого реагирования в Румынию, Болгарию, Польшу и Прибалтику. Так мы готовим интермерием – междуморье. Территорию между Балтийским и Черными морями. Концепцию «междуморье» придумал еще Пилсудский. Точно, был такой польский мечтатель. В современном же американском исполнении это некий вал на политической карте Европы от Черного моря до Балтики. Препятствие для Союза России и Германии, ослабляющее обоих. Вот США его и строят. Одна незадача – немцы. Немцы и сами не знают, что делать. Им же нужно продавать товары, а русские могли бы покупать их. Для США же первая цель – не допустить, чтобы русский капитал и русские технологии… Нет, немецкий капитал и немецкие технологии соединились с русскими природными ресурсами и рабочей силой в непобедимую комбинацию, над чем США работают вот уже целый век. Козырь США, бьющий такую комбинацию, линия между Прибалтикой и Черным морем. Германия – мощнейшая экономическая держава, но одновременно очень ранима и геополитически слаба. Задумайтесь над немецким вопросом в сегодняшней повестке дня. Поставить его мы должны, но не делаем этого, поскольку не знаем, что немцы предпримут. Собственно, вот американская внешняя политика нагишом – стравливать и управлять. Везде в мире, будь то в Азии, на Ближнем Востоке или Европе. Геополитически главное – держать Германию, значит и Евросоюз на расстоянии, а лучше во вражде с Россией. Как сказал Джон Фридман, директор компании Stratford, теневого ЦРУ, это аморально, цинично, но это работает. Для стравливания же все средства хороши. Например, расследование по малазийскому Боингу, сбитому над Украиной, стоит, но очередной информационный вброс, демонизирующий Россию в Европе, не помешает. О том, как это делается, Антон Лядов.